Делегация Приморского края побывала с рабочим визитом в КНР. В неё вошли руководители региональных органов власти, общественных объединений и бизнеса. Участники Приморской делегации провели встречи с представителями крупных государственных структур и торговых компаний, посетили важные логистические объекты – промышленные предприятия. Во время брифинга специалисты отметили, что Россия провела всю работу, необходимую для возобновления групповых безвизовых турпоездок между странами, которые регламентируются межправительственным соглашением. Однако сроки возобновления поездок пока неизвестны. Тем не менее, автобусное сообщение возобновлено на маршрутах пограничной Суйфыньхэ, Полтавка-Дунин и Краскина-Хунчунь. Также в ближайшее время режим работы пункта пропуска пограничной Суйфыньхэ будет продлён на 2-4 часа. О круглосуточном формате работы пункта пропуска пограничной пока говорить рано. Пока никто из китайских официальных властей не даёт ответа относительно возможных сроков, когда это случится. Тем не менее, повторяю, автобусное сообщение возобновлено. Вот мы на автобусе путешествовали через Суйфыньхэ туда-обратно. Автобусное сообщение возобновлено на маршруте Суйфыньхэ, пограничной Суйфыньхэ и обратно, а также Полтавка-Дунин. Полтавка-Дунин, а также Краскина-Хунчунь, за исключением воскресных дней. Вот, в Краскина-Хунчуне. Поэтому, в принципе, возможности таких поездок есть, но она ограничена наличием или отсутствием визы у россиян. Китайским гражданам, как известно, для того, чтобы проехать в Китай, она не нужна. Но, значит, россиянам требуется. Мы тоже получали такие визы. Деловые визы выдаются. Выдаются. Достаточно простая эта процедура. Туристические визы пока нет. Пока нет. Таким образом, вот, предвосхищаем, может быть, ваши вопросы, уважаемые журналисты, когда же туристы смогут поехать в Китай. Пока, к сожалению, конкретного ответа на этот вопрос нет. Ну, вероятно, в ближайшее время.